Я же испугалась! Здрасьте, Накрасьте, меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. У вас сто процентов было такое, что гиревая подводка засыхает. Что же с ней дальше можно сделать? Сегодня я вам покажу. У меня две подводки Inglot и Kat Von D. Обе подводки засохли, даже видно уже треснуло. Что можно сделать? Освежи меня, дай мне свежесть. Первый вариант, самый простой, я кстати даже их могу смешать и получить новый цвет. Это просто добавить Duraline от Inglot. Капельку. И мы получим снова гиревую текстуру. Но очень важный момент, что не нужно капать Duraline именно в баночку, то есть разводите обязательно на палитре. Потому что если вы капните в баночку, подводка будет терять свои свойства. Если же у клиента очень сильно нависает века, то же после разбавления Duraline подводка может начинать отпечатываться. Развели с помощью Duraline и сейчас посмотрим на модели, как же она будет наноситься. То есть, когда вы разбавили Duraline, вы можете вернуть вторую жизнь подводки. Но учтите, что если у клиента будет очень сильно нависшая века, то конечно стрелка может отпечататься. Поэтому не разбавляйте очень часто Duraline. если вы уже один раз подводку разбавили, то второй раз ее нельзя разбавлять. Поэтому разбавляем так, как я вам показывала. Взяли шпатерем и развели. Второй вариант уже будет поинтереснее. Мы сделаем из гелевой подводки кремовые тени. Для этого нам нужно взять подводку. Я тоже возьму, смешаю два цвета. И берем консилер. Если мы возьмем консилер чуть-чуть теплее, то у нас получится даже такой зеленоватый оттенок. И смешиваем между собой. И мы с вами получаем очень классные кремовые стойкие тени. Так можно делать с любой подводкой. Особенно классно с коричневой, потому что у вас получается коммерческий цвет. И смотрите, какие у вас получились классные кремовые тени. Очень плотные, хорошо тушуются. Для тушевки возьму пятую кисточку и растушевываю. А если уже вам захотелось праздника, тогда мы можем взять спарклы. Их точно так же на палитре разбиваем. Добавляем консилер. У меня элан номер три. И смешиваем. И получаем очень красивые жидкие спарклы кремовые, которые красиво нанести на наши предыдущие тени. И теперь наносим наш блеск. Сейчас консилер впитается и останутся только сияющие частички. И когда у нас одноцветные макияжи, очень красиво будет смотреться графичная черная стрелка. Ну и, конечно же, можете наклеить еще ресницы. Надеюсь, видео для вас было полезно. Пишите обязательно в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok